На прошлом занятии, вот товарищ, по-моему, не присутствовал, сидит, который у нас был вот там, начали рассматривать вопрос, который звучит так, об основах ленинизма. То есть это лекции, которые были читаны Иосифом Серёновичем Сталином в Свердловском университете. И мы на первом занятии выяснили, что же такое ленинизм, как его нужно оценивать. И Сталин дал такое определение, что ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. И уточнил, что ленинизм есть теория и практика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности. Это вот вообще о ленинизме. И затем мы, рассматривая первую лекцию, исторические корни ленинизма, то, что у нас здесь написано, первая тема, выяснили, что Ленин называл империализм умирающим капитализмом, потому что империализм довел противоречия капитализму до последней черты, то есть до крайних пределов. И выяснили три основных противоречия империализма. Первое противоречие, это противоречие между трудом и капиталом. И разобрали, в чем оно состоит с вами. Второе противоречие, это противоречие между различными финансовыми группами и империалистическими державами в их борьбе за источники сырья, за чужие территории. Тоже разобрали, в чем заключается эта борьба, в чем она выражается. И третье основное противоречие империализма, это противоречие между горстью господствующих, в кавычках, цивилизованных наций и сотнями миллионов колониальных и зависимых народов мира. То есть это вот три таких основных противоречия, которые и составляют, и как мы выяснили, и в настоящее время являются также основными спустя сто лет после того, как эти лекции были прочитаны. Далее мы выяснили также с вами, что почему именно ленинизм мог возникнуть именно в России, а не где-то, хотя Россия была не самой передовой страной империализма. И в чем суть этого ленинизма. Вот эти вопросы мы разобрали на первом занятии. И теперь нам предстоит разобрать вторую лекцию. Это метод ленинизма, как здесь написано. Ну вот Александр на прошлом занятии говорил, что Сталин очень много дискутировал с представителями второго интернационала в этих своих лекциях. Вот как раз здесь во второй лекции он и уделил много внимания этому второму интернационалу. Он начал с того, что между Марксом и Энгельсом с одной стороны и Лениным с другой лежит целая полоса господства оппортунизма второго интернационала. И вот эта целая полоса между Марксом и Лениным, то есть это несколько десятилетий, он назвал периодом сравнительно мирного развития капитализма. Период, так сказать, довоенный, когда катастрофические противоречия империализма не успели еще вскрыться с полной очевидностью. Когда экономические стачки рабочих и профсоюзов развивались более или менее нормально. Когда избирательная борьба и парламентские фракции давали головокружительные в кавычках успехи. Когда легальные формы борьбы превозносились до небес и легальностью думали убить капитализм. Словом, когда партии второго интернационала обрастали жиром и не хотели думать серьезно о революции, о диктатуре пролетариата, о революционном воспитании Марса. Вот как он охарактеризовал этот период между Марсом и Лениным. В этот период вместо цельной революционной теории существовали противоречивые теоретические положения и обрывки теории, оторванные от живой революционной борьбы масс и превратившиеся в обещалые догмы. Для виду, конечно, вспоминали о теории Марса, но для того, чтобы выхолостить из нее живую революционную душу. Ну и дальше он тут еще развивает этот вопрос, в чем ошибки и недостатки этого второго интернационала. Но переходит после этого разбора к такой мысли, что между тем надвигалась новая полоса империалистических войн и революционных схваток пролетариата. Старые методы борьбы, это вот парламентские или прочие легальные, оказывались явно недостаточными и бессильными перед всесилием финансового капитала. То есть капитал превратился в финансовый. Слияние промышленного и банковского капитала привело к возникновению финансового капитала. Это вы знаете из теории марксизма. Необходимо было пересмотреть всю работу второго интернационала, весь его метод работы, изгнав вон филистерство, узколобие, политиканство, ренегатство, социалшовинизм, социалпацифизм. Необходимо было проверить весь арсенал второго интернационала, выкинуть все заржавленное и ветхое, выковать новые роды оружия. Без такой предварительной работы нечего было и отправляться на войну с капитализмом. Без этого пролетариат рисковал очутиться перед лицом новых революционных схваток, недостаточно вооруженным или даже безоружным. Вот Сталин делает вывод из этого, что в такой вот обстановке родился и выковался метод ленинизма. И далее он переходит к этому методу. К чему же, говорит, сводятся требования этого метода? Он называет следующее требование. Во-первых, к проверке теоретических догм второго интернационала в огне революционной борьбы масс. То есть, к восстановлению нарушенного единства между теорией и практикой, к ликвидации разрыва между ними, ибо только так можно создать действительно пролетарскую партию вооруженной революционной теории. Это во-первых. Во-вторых, к чему сводятся требования метода ленинизма? К проверке политики партии второго интернационала не по их лозунгам и резолюциям, а по их делам, по их действиям, ибо только так можно завоевать и заслужить доверие пролетарских масс. В-третьих, к перестройке всей партийной работы на новый революционный лад в духе воспитания и подготовки масс к революционной борьбе, ибо только так можно подготовить массы к пролетарской революции. И в-четвертых, к самокритике пролетарских партий, к обучению и воспитанию их на собственных ошибках, ибо только так можно воспитать действительные кадры и действительных лидеров партии. Вот таковы основа и сущность метода ленинизма, делает вывод Иосиф Иосиф Иосифович Сталин. Далее, как применялся этот метод на практике? У оппортунистов второго интернационала существует ряд теоретических догм, от которых они танцуют как от печки. Возьмем несколько из них. Догма первая. Об условиях взятия власти пролетариатом. Оппортунисты уверяют, что пролетариат не может и не должен брать власть, если он не является сам большинством в стране. Доказательств никаких, ибо нет возможности оправдать это нелепое положение ни теоретически, ни практически. Допустим, отвечает Ленин, ну а если сложилась такая историческая обстановка, при которой пролетариат, составляющий меньшинство населения, имеет возможность сплотить вокруг себя громадное большинство трудящихся масс, почему бы ему не взять власть? Почему бы не использовать пролетариату благоприятную международную и внутреннюю обстановку для того, чтобы прорвать фронт капитала и ускорить общую развязку? И далее он говорит, что разве практика русской пролетарской революции не показала, что эта излюбленная догма героев второго интернационала лишена всякого жизненного значения для пролетариата? Догма вторая, второго интернационала. Пролетариат не может удержать власть, если нет у него в наличии достаточного количества готовых культурных и администраторских кадров, способных наладить управление страной. Сначала нужно выработать эти кадры в условиях капитализма, а потом брать власть. Допустим, отвечает Ленин, но почему нельзя повернуть дело так, чтобы сначала взять власть, создать благоприятные условия для развития пролетариата, а потом двинуться вперед семимильными шагами для подъема культурного уровня трудящихся масс, для выработки многочисленных кадров руководителей и администраторов из рабочих. Догма третья. Метод общей политической забастовки неприемлем для пролетариата, ибо он теоретически несостоятельен, практически опасен, может расстроить обычный ход хозяйственной жизни страны, может опустошить кассы профессиональных союзов. И не может заменить парламентский форм борьбы, являющийся главной формой классовой борьбы пролетариата. Это положение, которое объявляли оппортунисты второго интернационала. Хорошо, отвечает Ленин, но кто и где доказал, что парламентская форма борьбы является главной формой борьбы пролетариата? Разве история революционного движения не показывает, что парламентская борьба является лишь школой и подспорьем для организации вне парламентской борьбы пролетариата? Что основные вопросы рабочего движения при капитализме решаются силой, непосредственной борьбой пролетарских масс, их общей забастовкой и их восстанием. И разве революция в России показала, что общая политическая забастовка является величайшей школой пролетарской революции и незаменимым средством мобилизации и организации широчайших масс пролетариата накануне штурма твердынь капитализма? Причем же тут филистерские сетования о расстройстве обычного хода в хозяйственной жизни и о кассах профессиональных союзов? Разве не ясно, что практика революционной борьбы развивает и эту догму оппортунистов? Ну и далее, значит, это вот основные догмы, он сказал, есть и другие догмы, но на этом не стал останавливаться и сделает вывод. Вот почему, говорил Ленин, что революционная теория не есть догма, что она окончательно складывается лишь в тесной связи с практикой действительно массового и действительно революционного движения. Ибо теория должна служить практике, теория должна отвечать на вопросы, выдвигаемые практикой, она должна проверяться данными практики. Дальше, он говорит, что революционные лозунги и революции не стоят ни гроша, если они не подкрепляются делом. Стоит только сопоставить ленинскую политику превращения империалистической войны в войну гражданскую с предательской политикой второго интернационала во время войны, чтобы понять, какую пошлость политиканов оппортунизма, всю пошлость политиканов оппортунизма, все величие метода ленинизма. Вот так он оценивает позицию Ленина по отношению к позиции второго интернационала, по этим догмам, которые он перечислил. Ну и далее он еще приводит в своей лекции некоторые высказывания Владимира Ильича Ленина о том, что нужно проверять действия, вернее лозунги и высказывания именно практическими действиями указывает работы Владимира Ильича. Дальше он останавливается на критике и самокритике. Ну я не буду останавливаться, потому что тут довольно пространные высказывания он приводит. Вот если кто-то очень интересуется, откройте в интернете, почитайте. Я хочу теперь уже только заключить, что заключил, как заключил эту лекцию, Иосиф Писарионович, вот как бы подводя итог под характерными чертами метода ленинизма, то, что дано в методе Ленина, в основном уже имелось в учении Маркса, являющимся, по словам Маркса, в существе своем критическим и революционным. Именно этот критический и революционный дух проникает сначала и до конца метод Ленина. Но было бы неправильно думать, что метод Ленина является простым восстановлением того, что дано Марксам. На самом деле метод Ленина является не только восстановлением, но и конкретизацией и дальнейшим развитием критического и революционного метода Маркса, его материалистической диалектики. Вот таким высказыванием он завершает эту вторую лекцию метод ленинизма. То, что я хотел до вас довести. Продолжение следует...